Я бы хотела коротко отчитаться о том, что происходит сегодня в, прежде всего, Литве и Польше, но и частично в Украине. Итак, я напоминаю, что на сегодняшний день работают три склада гуманитарной помощи. Это склад «Эндепобыч» в Варшаве, организованный волонтёрами и активистами инициативы «Дар» и активистами и волонтёрами организации «Наш Дом». Волонтёрский гуманитарный склад нашего дома в Литве, в Вильнюсе, а также гуманитарный склад нашей партнёрской организации «Допомога». Вы найдёте внизу данного видео ссылки на чаты данных гуманитарных складов. Можно добавиться и можно связаться с людьми, прийти, взять самую необходимую помощь, одежду, посуду, постельное бельё и многое другое. Также я хочу сказать, что склад принимает еду и гигиенические принадлежности для белорусских и украинских беженцев. Вы можете связаться напрямую с каждым из складов, где бы вы ни находились, в Варшаве либо в Литве. Также мы собираем деньги на помощь белорусским и украинским беженцам. Реквизиты разных организаций вы найдёте в описании к этому видео. И также можете на свой выбор перечислить деньги и поддержать белорусских и украинских беженцев. Итак, что сегодня происходило за день? Во-первых, активистами организации «Дар» и активистами нашего дома в Польше организованы поездки на границу, в том числе организованы продуктовые посылки. На данный момент собрано более 100 продуктовых посылок для украинских и белорусских беженцев. Их отвезли в лагеря на границе Украины с Польшей. Я хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые принимали участие в сборе данных посылок. В Литве, в Вильнюсе, литовский филиал нашего дома, мы собрали медикаменты, капельницы, колоприёмники, ходунки, костыли, медицину и многое-многое другое. И передали в литовский филиал «Каритоса», который также готовится к приёму беженцев из Украины и из Беларуси. На сегодняшний день проведена встреча с главой комитета по правам человека литовского парламента. И в первую очередь нас интересует вопрос, который должен быть немедленно решён. Это вопрос разрешения на работу для белорусов, которые подаются на международную защиту, либо подаются на статус политического беженца. Как вы знаете, на сегодняшний день люди, которые подают документы на международную защиту или статус беженца в Литве, они не имеют права работать до принятия решения о своём статусе. А иногда это занимает минимум полгода, а сейчас, возможно, даже больше. Поэтому на сегодняшний день глава комитета по правам человека обещал незамедлительно вмешаться и каким-то образом отрегулировать этот вопрос. Также мы, как наш дом, я лично, конечно, за моей подписью, но готовили нашей правозащитнице данное письмо. Мы обратились в МИД Украины и в МИД Польши с просьбой организовать гуманитарный коридор не только для белорусов, которые имеют паспорта, но и для белорусов, которые на данный момент не имеют паспортов, но находятся на территории Украины. Таких людей или таких групп две. Первая группа – это те, кто подал документы на получение польско-гуманитарной визы и ожидает решения. Соответственно, их паспорта находятся в польском консульстве, и у них нет на руках этих документов. И вторая группа, конечно, побольше – это белорусы, которые прибежали в Украину, попали очень часто даже нелегально на территорию Украины и подали документы на статус беженца на территории Украины. Естественно, что их документы находятся в компетентных органах Украины, и данных документов на руках нет. Люди пытаются эвакуироваться, и, конечно, две эти группы, с ними нужно решать вопрос. Мы обратились на сегодня, как я уже говорила, в МИД Украины и МИД Польши с требованием все-таки незамедлительно решить вопрос для граждан Беларуси без паспортов, находящихся на территории Украины. Наша партнерская правозащитная волонтерская организация «Допомога» она сегодня тоже разворачивает пункты приема беженцев, собирает вещи, кровати, собирает все необходимое, чтобы принять людей, которые перебегают из Беларуси либо пытаются убежать с территории Украины. А также я хочу поблагодарить всех белорусов, которые сегодня на территории Литвы создают группы быстрого реагирования для подхватывания беженцев, которые будут переходить границу для того, чтобы их поддержать. Это новости на сегодня, очень коротко. Мы постараемся рассказывать как можно чаще хорошие новости. Нам очень сегодня нужны волонтеры. Пожалуйста, если вы хотите прийти помочь, поддержать, то мы будем рады любым рукам. Приходите, добро пожаловать. Давайте бороться вместе. Живи Беларусь!